Команда сноубордистов из Магадана попала в аварию в Кемеровской области. Трое детей получили травмы легкой степени тяжести, остальные не пострадали, сообщили в медцентре. Соревнования «Лыжня России» прошли в районе Снежной долины в минувшие выходные. Подобный массовый забег поклонников беговых лыж проводится одновременно по всей стране, не стало исключением и столица Колымы. В клубе «Ветеран» провели уроки мужества для учеников седьмой школы и курсантов центра «Подвиг». Детям показали видеопрезентацию с военной хроникой и рассказали о тех суровых и тяжелых временах. Такую акцию проводят ежегодно. Об этом и многом другом далее. 7 февраля микроавтобус, перевозивший детскую спортивную команду из Магадана, столкнулся с легковушкой в Кемеровской области. Инцидент произошел на 213-м километре автодороги Бийск-Мартынова-Новокузнецк. В ДТП попали «Лада Калина» и «Хюндай Гранд Старекс». Семь пассажиров минивэна были доставлены в медучреждение на обследование. Они не получили серьезных травм. В автобусе находилось шестеро детей в возрасте от 12 до 14 лет, их тренер и водитель. Все они доставлены в городскую больницу осинников, где их осмотрели врачи. Трое детей получили травмы легкой степени тяжести, остальные не пострадали, сказали в медцентре. Виновник аварии погиб. Сегодня в Магадан вернулись трое детей, которые попали в ДТП под Новокузнецком. Спортсмены получили незначительные ушибы и врачи разрешили им вернуться. Еще пятеро ребят остаются под наблюдением врачей в больницах Новокузнецка. Им оказывается необходимая помощь и уход. Решение о возвращении будет принято после окончательного заключения врачей, что здоровью ребят ничего не угрожает. Вместе с детьми находится их тренер и специалист регионального департамента спорта. В Снежной долине провели лыжню России. Спортивное состязание организовывают во всей стране. Впервые праздник отметили в 1982 году. В гонке участвуют профессионалы и любители от мала до велика. Начали лыжню России с торжественного парада открытия, на котором поздравили всех участников и пожелали удачи. Для многих это старт в будущее, для многих просто получить хорошее настроение, пробежаться и таким образом пропаганда здорового образа жизни. Я сегодня хотел бы всем вам пожелать в первую очередь, конечно, удачи, побед сегодня и в будущем. Состязались спортсмены в четырех возрастных категориях – до 8 лет, до 13, до 18 и от 19 лет. По словам организаторов, на Колыме лыжный спорт особенно ценят и за большого количества снега в регионе. В этом году в конкурсе поучаствовали больше ста магаданцев. Сейчас прошли старты. Сейчас как раз будет последний старт, крайний. Здесь участвуют спортсмены из нашего города и из области. Все показывают свое мастерство. Каждый участник преследовал свою цель на лыжне России. Для юных спортсменов это был шанс показать умения, для старшего поколения доказать себе и остальным, что они способны на многое. А кто-то приехал только за победой. Я рассчитываю на очень высокий результат. У нас будет борьба прямо до финиша, мне кажется. Состязания прошли в дружеской атмосфере. Волонтеры угощали колымчан сладким чаем. Всех победителей наградили дипломами, медалями и кубками. Также участники получили сладкие призы. Организовали соревнования сотрудники Департамента физической культуры и спорта Магаданской области. Сотрудники научно-исследовательского центра «Арктика» отметили День российской науки. В Магаданском институте «Арктика» проводят комплексы научных экологических и физиологических исследований для выявления проблем адаптации человека, проживающего на севере. Научных деятелей с профессиональным праздником поздравили представители областной думы и мэрии Магадана. Сегодня я хотел бы вас поздравить с праздником, пожелать поиска дальнейших творческих успехов, самое главное – здоровья. Ну и, конечно, нам всегда хорошо, когда дома нас ждут любимые люди, есть у нас счастье, благополучие дома. Мастер-классы по теннису, бадминтону и танцам для магаданцев провели в рамках фестиваля «Снежный фест». Его основная тема – пропаганда здорового, образа жизни. Организовали встречу в комплексе «Снежный». Занятия проводили не только приверженцы спорта, но и работники индустрии красоты. По мнению организаторов, чтобы хорошо выглядеть и долго жить, нужно ухаживать за телом любым возможным способом. Также у нас находятся независимые эксперты от косметических различных фирм. Мы здесь людей объединяем для чего? Для того, чтобы можно было показать всем жителям нашего города, что спорт – это хорошо, следить за собой – это правильно, питаться правильно – это отлично. Также для магаданцев провели мастер-класс по живописи. Участники учились рисовать акрилом. Художники сами придумывали, что будут отражать на холсте. Преподаватель только объясняла, как правильно пользоваться красками и какую технику лучше выбрать. Снежный фест проводят уже второй раз. Прошлый фестиваль организовали в марте 2019 года. Создатели программы планируют устраивать такие встречи чаще – четыре раза в год. По их словам, важно, чтобы люди отдыхали с пользой для своего здоровья. В клубе «Ветеран» провели уроки мужества для учеников седьмой школы и курсантов Центра «Подвиг». Детям показали видеопрезентацию с военной хроникой и рассказали о тех суровых и тяжелых временах. Такую акцию проводят ежегодно почетные гости, ветераны, труженики тыла и блокадники Ленинграда. Наша цель всех этих мероприятий – чтобы молодое поколение, пока еще живые ветераны, с ними общалось вживую. То есть это очень для нас важно и важно, я думаю, что для всех. Тем более сейчас идет год Великой Победы и мы как никогда к этому подготовились. Детям рассказали о блокаде Ленинграда, сражении под Москвой и битве за Сталинград. Также прочли стихи о войне и исполнили патриотические песни. Провели встречу в формате беседы. Ученики сначала слушали лекцию, потом задавали вопросы ветеранам. Акцию продолжат до конца недели. По словам организаторов, нужно привлекать молодежь к подобным встречам. Они должны передавать свои знания потомкам, ведь главное помнить о том, через что прошла наша страна. Новая школа. В Магадане набирает обороты эпидемия гриппа. Уже закрыты на карантин несколько общеобразовательных учреждений. Специалисты здравоохранения рассказали, как можно уберечься от этого заболевания. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карломаркса 62. Виктория Тарасова, Юлия Куварзина, Павел Савенков, Марина Дюжева и Светлана Пермякова в комедии «Любить не стыдно». 6 февраля в Центре культуры. Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видеотест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-900-14-850-40-50. Магаданская филармония приглашает. 11 февраля на сцене Центра культуры выступит один из лучших коллективов страны Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лунстрема. В концерте прозвучат хиты отечественной и зарубежной джазовой классики. Билеты продают в МЦК. Справки по телефону 62-60-90. Новая школа в поселке Снежный. В микрорайоне, который славится соревнованиями по лыжным гонкам в честь многократной чемпионки мира Елены Вяльби, начали строительство новой общеобразовательной школы. Сегодня дети из отдаленного от города поселка вынуждены ходить на учебу в старое здание, которое находится в аварийной ситуации и не на всех хватает мест. Некоторые юные жители Снежки каждое утро преодолевают расстояние более 20 километров, чтобы получать знания в школах областного центра. По поручению мэра Магадана Юрия Гришана в 2016 году за счет муниципалитета начали проектирование новой школы, отвечающей всем современным требованиям. Новое здание будет способно вместить 50 школьников и 30 ребят дошкольного возраста, для которых планируется построить отдельное крыло. Также по проекту в здании новой школы разместят спортивный зал, душевые для мальчиков и девочек, столовую и просторный актовый зал. На сегодняшний день с подрядной организацией заключен договор. Строители начали варить и выливать стартовые железобетонные конструкции, но появились весомые проблемы, связанные с финансированием строительства. На сегодня Минстрой должен 23 миллиона за прошлый год. В том году мы в 2019-м освоили 56 миллионов. На сегодняшний день, в 2019 году, мы еще сделали на 23 миллиона, которые участвуют на данный момент. Нам обещают каждый день, что сегодня-завтра деньги будут, но на данный момент пока денег нет. Это очень держит нас в плане людей, не можем привести. Значит, 30 человек все сидят на чемоданах в городе, в центральных городах России, готовы прямо завтра уже быть здесь и приступить к работе. Это, я считаю, что самая главная проблема, вот именно задержка финансов. Деньги на строительство должны поступить из федерального бюджета, но их нет. Пока подрядчик работает за счет собственных средств, но насколько их хватит, вопрос остается открытым. Мэр Магадана Юрий Гришан на еженедельном брифинге прокомментировал назревшую проблему и рассказал о путях ее решения. Нерешенными вопросами сегодня по строительству школы в Снежном остается дефицит финансирования, порядка 260 миллионов рублей. Мы получили порядка 150 миллионов рублей средств федерального бюджета в том и в этом году. Вот как раз сегодня мы вместе с министром образования Анжелой Владимировной Шорхновой летаем в Москву, будет встреча у заместителя министра просвещения Российской Федерации и в дирекции школы 2025 с тем, чтобы решить вопрос а, значит, переноса срока в воду, потому что там они поставлены нереальные. И второй вопрос это по дофинансированию школы в течение 2020-2021 годов на выпадающую в эту самую сумму 260 миллионов рублей. Также глава Магадана отметил, что постройка новой школы в Снежном даст новый импульс в развитии поселка и повышение численности населения, что на сегодняшний день очень важно для столицы Колымы. Иван-чай, эликсир здоровья, лизун, игрушка антистресс, а мороженое не только вкусно, но и полезно. Все это название докладов, которые подготовили ученики первых и четвертых классов. 11-ю городскую научную конференцию «Мы открываем мир» провели в 24-й гимназии. Ее приурочили к Дню российской науки. 47 работ представили ученики школ Колымы. Для юных ученых устроили концерт, на котором выступили творческие коллективы города. Также ребят поздравил заместитель мэра Магадана Юрий Козетов. Я сегодня хотел бы вам пожелать в первую очередь удачи, уверенности, смелости в определенном смысле, когда вы будете доказывать свою дочку, рассказывать о чем-либо. Ну и пожелать, что в будущем вот этот сегодняшний день, научная конференция для вас стала большим и главным шагом в дальнейшей вашей учебе. Доклады представили на различные темы. Герман Артюшин рассказал о передаче электроэнергии без проводов. Готовил свою работу долго – три месяца. Помогал ему в этом папа. Герман говорит, что понравились и другие доклады. И многое, что узнал на конференции, сможет использовать в повседневной жизни. В своем докладе я упомянула беспроводную зарядку лидерселефона. Ее можно использовать в современном мире. Работали шесть секций. Две естествознания, две биологии и экологии, социологии и психологии, истории и краеведения. В каждой выбрали три лучших доклада. Также представили номинации за самый интересный эксперимент, за исследовательское мастерство и за оригинальность выбранной темы. По словам организаторов, каждый участник достоин победы. Поэтому без внимания не остался никто. Заболевающих коронавирусом все больше. Инфекция из Китая добралась и до других стран. Зарегистрировали вирус уже в 15 государствах. До России болезнь ничего не дошла, однако началась пора гриппа. В Магадане закрыли несколько школ и детских садов на карантин. Кроме того, муниципальные власти активно готовят город к возможному приходу коронавируса. Закупают лекарства и защитные маски. Однако лучший способ не заразиться по-прежнему профилактика. В первую очередь не касаться грязными руками слизистых носа, глаз или рта. Рабочую зону нужно протирать дезинфицирующими средствами. Раз в несколько часов проветривать помещение. Каждому домочадцу завести личное полотенце. Мыть руки после каждого посещения общественного места или пользоваться антисептиком. Избегать близких контактов с людьми, у которых подозрение на инфекцию. Кроме того, необходимо пользоваться одноразовыми медицинскими масками. Менять ее нужно каждые 2-3 часа. Повторно надевать нельзя. Если вы чувствуете, что поднялась температура, заболела горло и начался кашель, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Заниматься самолечением опасно. На полках сети магаданских магазинов не будет фруктов и овощей из Китая. Тех продуктов, что есть на прилавке, хватит только до конца месяца. Однако переживать не стоит. В Магадан будут поставлять продукты импортозамещения. Вместо китайской картошки – приморская. Капусту привезут в дальневосточную. Однако это крайняя мера. Специалисты уверяют, что коронавирус через продукты питания не переносится, поэтому в начале марта поставки возобновят. Если это все-таки не произойдет, цены на овощи и фрукт вырастут. Цена продукта плюс транспортировка и налог. Тем не менее, пока переживать не стоит, уверяют специалисты. В ближайшее время стоимость продуктов импортозамещения останется на доступном уровне. 11 февраля в Магадане без осадков. Температура воздуха ночью от 19 до 24 градусов мороза, днем 17-22 ниже нуля. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 45%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63 66 92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова